Привет всем, кто сегодня пришел на очень вкусный, а главное полезный завтрак. Сегодня мы будем с вами пробовать вот такие вот очень вкусные батончики, которые замечательно подойдут на первый перекус. Ну, подробнее вам, конечно, расскажет ваш консультант. Готовится все очень просто. Для начала нам понадобится арахис, который я поджарила немножечко в духовке. Для первого слоя буду использовать финики сушеные без сахара. Я покупала 200 грамм фиников, достав с них косточки, нам понадобится 180 грамм оставшихся. Поджаренный арахис немножечко нужно измельчить в блендере, либо скалкой. Он не должен измельчиться у вас пыль, он должен быть немножечко кусочками, чтобы он чувствовался. Отставляем арахис в сторону. И теперь нам нужно будет замочить желатин. 10 грамм желатина мы замачиваем в 60 миллилитров воды. И отставляем в сторону. Забрасываем в чашу блендера финики без косточек. И добавляем к ним воды, чтобы они лучше у нас перебивались. И чтобы масса была не такая густая. Отправляем все это измельчаться в кухонный комбайн. Это можно сразу делать на месте, в кухонный комбайн забрасывать. И происходит это все намного быстрее. Получается вот такая вот паста, довольно густая. К ней мы добавляем коктейль, любой по вкусу. У меня здесь смесь, здесь немножечко печенья и крем-брюле. Можно сюда добавить любой другой, который вам нравится. И перемешиваем, чтобы не было никаких комочков в коктейле у нас. Тем временем у нас набух желатин, он полностью впитал всю водичку. Отправляем его в микроволновку и растапливаем импульсами где-то по 15 секунд. Но это где-то меньше 30 секунд в общем. Посмотрите, какая красота. Густая масса у нас получилась с коктейлями-финиками. Добавляем к ней желатин. И нужно просто это перемешать. Опять поставила на 30 секунд на кухонную машину. Добавляю сюда арахис, который мы измельчали. И тоже его буквально нужно перемешать. Долго не взбиваем, чтобы арахис у нас не перебился в пыль там. Мне удобно будет использовать вот такой вот пакет. Масса у нас не горячая, поэтому переживать тут нечего. С пленкой мне не так удобно. Пакетом выстилаю форму, в которую мы будем выкладывать наши слои. У меня это будет разъемная форма. В этот раз я выливала форму диаметром где-то 35 на 25. Застилаю пленкой форму. И выливаем нижний слой, который у нас сладенький, такой с финиками. Очень красивого цвета получается. И очень орехами пахнет. Разравниваем по низу. Чтобы во все уголки у нас зашло, чтобы был ровненький пласт. И теперь поверху раскладываю еще 30 грамм арахиса. Конечно, сюда можно использовать любые другие орехи, которые вам нравятся. Можно использовать грецкий, но замечательно сюда подойдет фундук. Я пару раз форму стукну по столу, для того, чтобы слой у нас хорошо разровнялся. И немножечко к нему пристал арахис. И отправила его в холод. Начинаю заниматься вторым слоем. Для второго слоя я взяла творог, который не очень мягкий, такой хорошо отцеженный. Если в нем у вас очень много сыворотки, ее лучше слить. Добавляю к творогу бананы и две порции овсяно-яблочного напитка. Можно использовать одну порцию. Я просто люблю послаще. Перебиваем это все блендером до однородности. Теперь я буду добавлять сюда ванильный коктейль. Можно добавить любой фруктовый. Это может быть и дыневый, и тропик, и клубничный. Ну, конечно, с орехами клубничный не очень сочетается. Ванильный, вот самое оно. И теперь уже точно до однородности измельчаю все. Здесь я тоже замачивала желатин изначально. Вот так вот он уже у меня набух. Отправляю его тоже в микроволновку, чтобы он растворился полностью, не было никаких гранул. Добавляю к творожной массе. И перемешиваю, чтобы все соединилось. Второй слой у нас готов. После того, как схватился у нас уже первый слой, можно на него выливать второй. Вот у меня он уже очень быстро на холоде схватился. Можно его поставить в морозилку, и он там за 15 минут у вас схватится. Выливаю второй слой. Тоже его аккуратненько разравниваю. И пару раз можно стукнуть по столу, чтобы он стал идеально ровным и потом красиво покрывался шоколадом у нас. Конечно, не обязательно эти батончики покрывать шоколадом, так они будут менее калорийные. Но для красоты и вкусноты, конечно, хочется, чтобы они были именно в шоколадной глазури. После того, как они у нас заостыли, их нужно порезать. А потом мы их отправим в морозилку, чтобы ровненько покрыть шоколадом. В этот раз я разделила эту порцию на 20 батончиков. Этого хватит очень-очень надолго. Я обычно вот так режу на глаз. Их нужно немножечко рассоединить. Посмотрите, какой он красивый внутри получается. Их можно оставить и так, но мы будем покрывать их шоколадом. Чуть-чуть оставляем между ними пространство, для того, чтобы они у нас не пристали друг к дружке. Чтобы удобно их потом было собирать. Отправляем их в морозилку, чтобы они у нас хорошо схватились, не были мягкими. И их удобно было покрывать и быстро шоколадной глазурью. Я буду использовать шоколад, гербе-шоколад, который у нас на коктейле. Рецепт не вижу смысла здесь показать, потому что Юлечка уже нам давным-давно его показала. И мы уже ним давно пользуемся. Беру уже замороженный батончик и макаю его в шоколад. У меня там было и коктейль с печеньем, поэтому такие шарики еще плавают в шоколаде. Что тоже очень красиво. И сразу сверху украшаем орешками, потому что шоколад быстро схватывается на замороженном батончике. Выкладываем на пленку. Все происходит очень быстро. Мне здесь понадобилось 2 порции шоколада. И вот такая вот целая гора батончиков получилась, которые мы сейчас будем кушать, пробовать. И я надеюсь, что они обязательно всем понравятся. Всем спасибо за просмотр. Живите вкусно, живите здорово. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok